Ночной визит. Должна сказать, что это моя любимая история. Давным-давно жил на берегу реки Нарусыгава известный во все округи врач, славившийся тем, что лучше всех принимал роды. Как узнает, что где-то нужна его помощь, сразу зовет своего соседа Йошитяна, добродушного рикшу. И будь-то день, будь-то ночь, будь-то город, будь-то деревня, да хоть одинокая хижина в горах, спешит помочь. Йошитян, тоже по доброте душевной, в любое время дня и ночи был готов доктора вести. Как-то глубокой ночью доктор проснулся от стука в дверь. На пороге был Йошитян. «Добрый вечер, доктор. Тут одной роженице ваша помощь требуется». Доктор спросил у Йошитяна адрес, но тот не знал. «Ладно», — подумал доктор. Йошитян потом спросит. И пошел готовиться к выходу. Йошитян же его поторапливал. «Скорее, доктор. Дело, похоже, очень срочное». Их встретил какой-то человек, поприветствовал и привел в большую темную комнату. Роженица очень мучилась, и доктор, не задумываясь, принялся за дело. Весь вечер ему некогда было пот утереть. И вот, наконец, вытащил он здоровенького, красивого ребеночка. То-то все радовались. Видит доктор, и матери, и ребенку больше ничего не угрожает. Ну, теперь уже и поведуха справится. Засобирался доктор домой. Но его остановили. «Подождите, доктор, мы тут для вас скромное угощение приготовили. Уж не побрезгуйте!» И поставили перед ним поднос с роскошным ужином. И пухлым свертком с деньгами. Славно они поужинали с Йошичаном. И в прекрасном настроении отправились домой. На утро Йошичан проверил свой сверток. А там только листья. Выскочил он из дому, побежал скорее к доктору. «Мы вчера у Лис побывали. Вместо денег они нам листья подсунули». «Да что ты глупости говоришь?» Возмутился был доктор. Но увидев сверток с листьями, бросился проверять свой. В его свертке были настоящие деньги. А за день до этого в одном доме справляли свадьбу. И в суматохе недосчитались двух подносов с едой. На одном из них были приготовлены деньги для свахи. Уж не эти ли подносы Лисы принесли доктору Эрикше? Того никто точно не знает. А однажды вечером доктор у себя на пороге нашел фазана. Не как Лисы еще раз отблагодарить решили. Пошел он к Йошичану с фазаном. Стали тот вечер вспоминать. Вспомнил доктор, что хоть и темно было в доме, но что-то ему в роженице странным показалось. Деньги, украденные со свадьбы, доктор вернул. А получившему за работу листики Йошичану сам заплатил. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»